Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа «День» в студии Аллы Сталаева. Коротко о главных темах выпуска. Сегодня президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное, на опережение. Заботы о здоровье. Как работает вторая поликлиника в период пандемии. По нашему городскому округу Матищи мы выдали порядка 10 тысяч больничных листов. На портале Добродел стартовал сбор предложений по ремонту дорог на 2021 год. А теперь об этом и многом другом более подробно. Сегодня президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. При этом в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии. Лечат, спасают людей. Предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения. И, конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям. Всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией. Строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов. Заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих. Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий. Для мобилизации всех органов власти. Для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран. Что, считаю, принципиально важно. Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден. В том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну с сохранением заработниками их заработной платы. Вместе с тем, ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна. Разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи с субъектом и главом субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами в значительной степени, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти – федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. Обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И, конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий – защищенность, здоровье и безопасность граждан России. С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения. Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчеркнуть? Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения. Уважаемые граждане России, прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов. Беречь себя и своих близких. Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное, на опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы. По данным на 2 апреля, в России выявили еще 771 случай заражения коронавирусом. Теперь инфицированных 3548. Из них в Москве 2400 человек. Более половины новых заразившихся коронавирусом в столице люди моложе 45 лет. Только 6% из новых заразившихся коронавирусом – дети. В Московской области 177 заболевших. 17 пациентов выздоровели. Напоминаем, что режим самоизоляции – это сейчас самое главное. Власти Подмосковья готовятся к ужесточению карантинного режима вместе с Москвой. В регионе платформа для получения пропускных деклараций будет готова к понедельнику. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Программисты у нас, так же и в Москве, готовят единую цифровую платформу. Она будет интегрирована со столицей. На портале МОСРЕК.РУ будут все подробности. Забор никто городить не будет, пожалуйста, не переживайте. Все будет работать максимально удобно. Смысл заключается в том, что перед тем, как выйти из дома, ты должен указать, куда ты направляешься – на работу или в пункт, который оправдан, например, в магазин. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус. Уже в начале мая жители Подмосковья получат первые платежные документы без взноса за капитальный ремонт. В соответствии с постановлением губернатора Московской области на три месяца жители региона освобождены от взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Обращая внимание, первые платежные документы без начисления фонд капитального ремонта придут в мае за апрель, в июне – за май, в июле – за июнь, уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Он добавил, что в апреле платежка придет еще с начислением за капитальный ремонт. Эта сумма за март и начисленную сумму необходимо будет оплатить в срок. Собственникам, уже получившим авансовые платежные документы с начислениями за капитальный ремонт за апрель, оплата будет учтена в июле текущего года, пояснил Велиховский. Если у собственника есть задолженность по выплатам за капремонт, неуплаченный размер взноса учтут в платежных документах. Постановление регламентирует прекращение начислений взносов за капитальный ремонт только собственникам помещений многоквартирного жилого фонда. На портале Добродел стартовал сбор предложений по ремонту дорог на 2021 год. На голосование выставлено более 51,5 тысячи муниципальных и региональных дорог. Чтобы принять участие в опросе, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг. После этого вы можете выбрать нужный объект на интерактивной карте. Обращаем внимание, что оставить свой голос вы можете только за участок. При этом необходимо загрузить фото и пояснить в комментарии, почему вы считаете, что именно эта дорога нуждается в ремонте. Сбор предложений будет проходить в течение двух месяцев и завершится 31 мая. Участки, получившие наибольшее количество голосов, будут включены во второй этап голосования. Опрос проводит Министерство транспорта Московской области. В ведомстве подчеркивают, что ежегодно 25% общей программы ремонта выбирают жители именно с помощью портала Добродел. За три года отремонтировано более 1300 дорог протяженностью почти 2000 километров. 3 апреля в 14 часов пройдет очередная онлайн-встреча госструктур с садоводами и дачниками Подмосковья. В этот раз темой для обсуждения станут электронные сервисы для оформления имущества. Прямые эфиры, на которых обсуждаются актуальные вопросы садоводческих и дачных товариществ Подмосковья, стартовали в середине марта в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья», чтобы помочь жителям области получить ответы на важные вопросы, возникающие в СНТ. Еженедельно в трансляции принимают участие несколько сотен садоводов и дачников, которые задают вопросы и таким образом формируют повестку следующего эфира. Очередным этапом работы в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья» станет публикация ответов на самые актуальные вопросы в телеграм-каналах и соцсетях участников проекта, сказал Никита Чаплин. Трансляция состоится в инстаграм-аккаунте «Союза дачников Подмосковья» 3 апреля в 14 часов. Прислать свои вопросы можно на электронную почту. Обзвонить сотни человек за день, прийти на вызов даже из-за банального насморка. Из-за режима полной самоизоляции нагрузка на врачей увеличивается в разы. Что изменилось в работе специалистов системы здравоохранения во время пандемии? И в каких случаях мытищинцы могут самостоятельно посещать медучреждения? Эти вопросы рассмотрим на примере второй городской поликлиники. Там уже разделили пациентов на два потока – здоровых и больных. Как это происходит на практике – смотрим сюжет. Во второй поликлинике на юбилейной немноголюдно. Большинство врачей-терапевтов обслуживают пациентов на дому. А тех, кто все же приходит, медики сразу же осматривают. Для начала измерение температуры бесконтактным термометром. Это первый этап проверки. А дальше – разделение на потоки. Первая зона – это фильтр. Сюда в основном приходят пациенты без признаков заболевания. И потом их уже направляют к нужным специалистам. А для тех, у кого температура, предусмотрен отдельный вход. Так поликлинику разделили на две зоны. Таким образом, контакт пациентов заболевших и тех, кто пришли планово, практически исключен. Также весь персонал поликлиники одет в соответствии с требованиями эпид-режима. Главные уборы, халаты, маски, перчатки и средства дезинфекции. Всего во второй поликлинике на Юбилейной и Матросова 48 терапевтических участков. Врачи работают в усиленном режиме. На них сейчас ложится огромная нагрузка. По неотложной медицинской помощи врачи работать должны с 8 до 8 – 12 часов. Но практически мы 8 часов, когда у нас еще вызовы поступают, в 19 часов. Конечно, мы этот график не можем соблюсти, потому что врачи ходят еще и с гораздо большим временным промежутком. Это и до 10 часов мы стараемся, конечно, на машинах объехать всех пациентов. Но иногда, особенно в понедельник, это большое количество вызовов до 300. Поэтому понятно, что врачи все стараются максимально быстро обслужить. Матищинцы, придя в больницу, также придерживаются правил. Соблюдают дистанцию, используют маски. Понимают, что о своем здоровье нужно заботиться каждому. Нахожусь дома, постоянно руки мою, дома постоянно все спиртом протираю, телефон. Страшно из-за этого все делаю. У меня бабушка вообще никуда не уходит, им приносят волонтеры еду. Так что все нормально пока. На этой неделе медики еще готовы принять тех пациентов, которые успели заранее получить талон к врачу узкой направленности. Уже сейчас записаться на прием не получится. Медицинские учреждения впредь работают только на оказание неотложной экстренной помощи. У нас вся надомная работа на сегодня составила, вот даже по нашему городскому округу Матищи, мы выдали порядка 10 тысяч больничных листов, электронных больничных листов. То есть огромная организация работы, которую проводит лечебное учреждение, по тем прибившим, которые приехали из границы, и по всем карантинным, и по пациентам, которым старше 65 лет. Это выдается электронный больничный лист, и очень много наших медрегистраторов и медицинских работников занимаются оформлением этих электронных больничных листов. Пациенты, которые имеют какие-либо заболевания, не останутся без помощи. С ними будут связываться медики по телефону. Мы будем им продолжать оказывать помощь, максимально то, что необходимо, но в разрезе контактов по телефону. То есть связываться с пациентом, созваниваться с ним. Если это необходимо, выписать рецепты, мы выписываем рецепты. Если это необходимы какие-то направления экстренные для получения параллельных видов помощи, значит, мы будем с этим пациентом работать по телефону. Это и врачи-онкологи, медицинские сестры врачебного этого кабинета, это и врачи-эндокринологи готовят рецептурные бланки, зная своих пациентов, которые мы можем выписывать до трех месяцев рецепт, чтобы они в настоящее время как бы максимально были изолированы и находились на самоизоляции. Напоминаем жителям, что самое главное сейчас оставаться дома. Позаботьтесь о себе, своих близких и не увеличивайте работу врачам. Именно сейчас они находятся на передовой. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Как сделать самоизоляцию полезной и не отстать от школьной программы во время вынужденных каникул. Если вам в лоу читать «Войну и мир», то можете подсмотреть «Войну и мир», и вы будете знать, чего там как произошло. Это, конечно, антинаучный подход. Так делать нельзя ни в том случае. По поручению губернатора Подмосковья с 20 марта в муниципалитетах региона доставляют провизию одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Ребята, забирайте первую коробку, забирайте вторую коробку. Эмирант, посмотрите, какие у вас. Первый. Немножко. Очередная подборка советов, чем заняться дома, когда все дела сделаны. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Как сделать самоизоляцию полезной и не отстать от школьной программы во время вынужденных каникул? На эти и другие вопросы в эфире онлайн-марафона «Домашний час» ответила министр образования Московской области Ирина Коклюгина. Она обратилась к школьникам и их родителям по видеосвязи. Сидим дома, учимся, смотрим правильное кино и занимаемся спортом. Такими словами решила поддержать подмосковных школьников министр образования Ирина Коклюгина. В 10 утра во время онлайн-трансляции она ответила на многочисленные вопросы родителей, главный из которых – о выпускных экзаменах. Хочу вас обрадовать, что экзамены будут обязательно. Мы к ним готовимся. Единственное, они будут смещены на две недели. Это касается ЕГЭ и ОГЭ. Более подробно об экзаменах и дистанционном обучении родители смогут узнавать ежедневно с 10 до 15 часов. Во время трансляции – онлайн-марафон о домашних часах. Проект организован Министерством просвещения России и соцсети ВКонтакте. Специально для родителей, детей и педагогов, чтобы с пользой проводить время на вынужденных каникулах. В онлайн-трансляции приняли участие спикеры из мира журналистики и спорта. А известный кинокритик Антон Долин дал рекомендации лучших экранизаций классической литературы. Но напомнил, что кино – это прежде всего художественный вымысел режиссера. Это такой детский подход, который часто многие взрослые практикуют, что если сюжет передан точно, то это также хорошо. И что если вам в лонг читать «Войну и мир», то можете посмотреть «Войну и мир», и вы будете знать, чего там как произошло. И это, конечно, антинаучный подход. Так делать нельзя ни в коем случае. А вот через кино подступиться к чтению сложных произведений – путь однозначно хороший. В преддверии Дня Победы кинообозреватель посоветовал старшим школьникам познакомиться и с классикой советского кинематографа. Фильмами летят журавли, восхождение и проверки на дорогах. Режиссерский дебют – Алексей Германа. Кроме порассмотра фильмов, пусть даже хороших, содержательных и воспитывающих, спикеры посоветовали школьникам не забывать про спорт. Тем более, что поддерживать физическую форму можно, не выходя из квартиры. Дарья Линская, Константин Химичев, Константин Бондаренко, Первомытищинский. Продуктовые наборы тем, кто особенно в эти дни нуждается в заботе и поддержке. По поручению губернатора Подмосковья в муниципалитетах региона доставляют провизию одиноким пенсионерам и многодетным семьям. В мытищах к этой работе привлечены специалисты управления потребительского рынка, социальной защиты населения и социальной политики, а также управление по молодежной политике и волонтерских корпусов. Как получить необходимые товары, расскажет Юлия Федрененко. Кабинеты управления по работе с молодежью в эти дни больше похожи на складские помещения. То и дело сюда привозят коробки с продуктами и, распределив по номерам, везут к адресатам. Такая работа ведется с 20 марта. Первыми помощь оказывали ветеранам и одиноким пенсионерам. Теперь очередь позаботиться о многодетных семьях. Это большая командная работа всей администрации городского округа Мытищи. Управление потребительского рынка и услуг совместно с представителями Мытищинской ярмарки занимаются поставкой необходимых продуктовых товаров. Представители управления социальной политики совместно с нашим Мытищинским благотворительным фондом «Мечта» формируют вот такие замечательные коробки с продуктовыми наборами, приклеивают вот такие вот надписи и, собственно говоря, формируют вот такие вот подарки нашим гражданам. Формируют списки сотрудники социальной защиты, а уже в управлении по работе с молодежью обзванивают адресатов, а волонтеры доставляют наборы. Скажите, пожалуйста, вы в настоящее время находитесь в городском округе Мытищи дома? Да, да. Мы находимся дома, все наше семья. Отлично. Тогда в ближайшее время к вам подъедут волонтеры волонтерского корпуса «Ладья» и привезут вам гостинцы. Спасибо, спасибо. Будем ждать. В наборе две коробки. В них молоко, крупы, макароны, сахар, растительное масло, колбаса, печенье, чай и кофе. Все из списка жизненно важных продуктов. Ребят, забирайте первую коробку, забирайте вторую коробку. Ремера посмотрите, какие у вас. Первый. Немножко. Сегодня гуманитарную помощь доставили в семью Ульяновых. Иван и Милана воспитывают 11 детей. Сейчас все ребята находятся дома, но вместе с тем не скучают. Играют в настольные игры, рисуют, поют, занимаются спортом и пекут ароматные пироги и вкусные торты. От Ульяновых едем к Федотовым. Здесь четверо детей и также все соблюдают режим самоизоляции. Чем вы в режиме самоизоляции занимаетесь? В данный момент рассаду рассаживаю. Маленькая играет, в лего собирает. Старшая к ЕГЭ готовится. У нас кадетка идет. А она когаев. Ну, выйди. Самая стеснительная. Когаев готовимся. Теперь готовиться к экзаменам станет удобнее. В магазин в ближайшее время выходить не нужно, а значит, появилось больше времени для домашних дел и изучения школьной программы. Как минимум до конца этой недели. Ежедневно продуктовые наборы доставляют почти сотни многодетных семей округа. Чтобы справиться с таким объемом работы, необходимо каждый день участие как минимум 20 добровольцев, которые на служебном или личном транспорте привезут продукты тем, кто в них нуждается. Юлия Федориненко, Константин Хивичев, Первый Матищинский. О том, какова ситуация с коронавирусом в Матищах, будем говорить в программе «Диалог с властью» с главой городского округа Матищи Виктором Азаровым. Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам прямой эфир с руководителем муниципалитета переносится на 3 апреля. Свои вопросы вы по-прежнему можете присылать в инстаграм Первого Матищинского. А также звоните в прямой эфир. Он состоится в пятницу. Начало программы в 17 часов. Идет четвертый день режима самоизоляции. И надо заметить, мытищинцы с честью преодолевают все трудности. Более того, пребывают в хорошем настроении и, как могут, поддерживают друг друга. Очередная подборка советов, чем заняться дома, когда все дела сделаны. И что тоже очень важно, как сохранить бодрость духа на телеканале Первый Матищинский. Итак, сегодня рубрику «Друг для друга» открывает пятилетняя мытищинка Олеся Разоренова. Ее мама написала, что, посмотрев мастер-класс, который дала для телезрителей телеканала Первый Матищинский, заведующая структурного подразделения «Искра» Татьяна Шарапова, малышка решила порадовать своих сверстников и создала целую серию видеоуроков. Например, она рассказала, как сделать конфету из магнитного конструктора. Дальше берем один квадратик и располагаем посерединке. Два другого. И еще один квадратик берем и сгибаем. И треугольник, треугольник, и присыпляем. Вот, получилась конфетка. Очень просто и реганально. Подписывайтесь на мой канал. Я вам покажу потом, как делать рыбку и маленькую конфетку. До свидания, дорогие зрители. От нее не отстает другой подписчик социальной сети ВКонтакте Сергей Назаров. Текущая ситуация вдохновила его написать рок-балладу. Своё музыкальное произведение он проиллюстрировал фотографиями, взятыми из всемирной паутины. В песне поется о том, как новая коронавирусная инфекция повлияла на жизнь человечества и призывает ее уходить. Мужа зовет домой жена И в маске той стоит она Поцеловать никак нельзя Коронавирус уходил совсем На континенты все проник зачем Ведь на земле и так полно проблем Коронавирус уходил совсем Решил поддержать своих земляков и пользователь инстаграм Мика Юрист Он разместил в социальной сети забавное видео Посмотрите, голубь, увлекший страпезой, попал в западню Кусок хлеба, в котором он проклевал дырку, оказался у него на шее Но птица, которую молодой человек назвал Василием не отчаивается и доедает угощение Будьте смелыми и отважными, как Вася призывает мой тищенец И не поддавайтесь панике Делитесь в социальных сетях полезными идеями Расскажите, как проводите досуг Помечайте сообщения Хэштегом друг для друга Или присылайте фото или видео По адресу infosobak1tvm.ru И они окажутся в эфире Мы тищенцы, мы всегда были дружной командой Поддержим друг друга И в это непростое время Житель одной из улиц британского города Шеффилд, несмотря на карантин, поздравили соседа с 90-летием При этом все сознательно соблюдали режим социального дистанцирования Как отметить юбилей в условиях карантина, узнаем у наших зарубежных коллег Жители одной из улиц британского города Шеффилд Не позволили пандемии коронавируса Испортить день рождения пожилого соседа Деннис Ричмонд планировал отметить 90-летие в кругу друзей Но в стране объявили карантин Хорошо дожить до 90 лет Кстати, добро пожаловать на мой 100-й день рождения Соседи соблюдают социальное дистанцирование Но поздравляют дедушку с большой теплотой Баннеры, плакаты, потрясающее пение Замечательно, я получил удовольствие Правительства многих стран призывают людей Не подходить друг к другу ближе, чем на полтора-два метра Так надеются сдержать распространение коронавируса Это все новости на сегодня Далее вас ждет прогноз погоды Смотрите нас не только в эфире Но и на сайте Первого Матищинского А также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм Оставайтесь с нами и всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон» 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 Помните, что даже люди без симптомов могут переносить инфекцию Несоблюдение этих правил влечет административную и уголовную ответственность